Здесь было телеканалов, газет, там спонсоров всяких разных, около трех тысяч снимков всевозможных. Лена, конечно, была там главным хэтлайнером, и еще команда присутствовала. И на третий день, говорил, Нойнер едва дошла до своего дома и буквально впала в спячку. Ну и вот после всего пережитого, это был самый настоящий люкс, она отметила в моей жизни. Ну и еще некоторые новости, касаемые Магдалины Нойнер. Самый главный, наверное, сейчас, насколько она будет продолжать выступать. Потому что действительно, после того, как не бежала в эстафете, пусть и получала она различные призы в плане фэр-плей, честная борьба, но ее оттуда, называя весь своими именами, просто выжили. Потому что она была готова бежать в эстафету, и в итоге без Нойнер немки заняли только третье место. Ну а дальше, поскольку с мая 2009 года Магдалина говорила по халу с одной целью только победить, сейчас ищу для себя новую мотивацию, но мне не только нужны трофеи, я еще должна по спорту тосковать. И успех можно всегда повторить, от этого ты получаешь...